Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 128. Он входит в сборник песней восхождения, или как святые отцы их называли еще, песней степеней, которые составляют 18-ю кофизму. Наша сегодняшняя встреча, как и многие другие, о псалмах восхождения или о псалтыре в целом записываются редакцией портала экзегет.ру в Московском Сретенском монастыре. 128-й псалом произносится от лица людей, которых притесняли с детства, но не сломили их дух. По всей видимости, псалом был написан в тот период истории Израиля, когда он находился под гнетом иностранцев. Дни юности Израиля – это период его пребывания в Египте. С тех пор прошло много столетий. Победив племена Ханаана, Израиль стал свободно дышать и уже забыл о рабском труде. Используемое в псалме приветствие благословение Господне на вас был у евреев в ходу задолго до строительства храма на Сионе. Почувствовав себя свободными людьми, они болезненно переживали вавилонский плен. Описанная в псалме ситуация была характерна для послепленной эпохи, когда иудея была под властью персов, а затем и греков. Первая часть псалма посвящена воспоминаниям о жестоком обращении врагов в прошлом. Вторая часть – молитва о том, чтобы Бог уничтожил всех ненавидящихся Он в будущем. Рассмотрим детальнее содержание данного гимна. Первые четыре стиха. В начале 128-го псалма используется такой же риторический прием, как и в 123-м. Какой-то певец громко произносит первый тезис и побуждает людей его повторить. Он не отделяет себя от общины, как это видно из местоимения первого лица «меня». Народ повторяет первый тезис, после чего повествование продолжается. Такой стиль композиции гимна говорит о его адаптации для богослужебного употребления паломниками, приходящими регулярно в Иерусалимский храм на праздники. Главным героем псалма выступает не царь или полководец, но весь Израиль. Народ как один человек жалуется на то, что его жестоко преследовали с самой юности, с тех пор, как Израиль по выходе из Египта получил начало свое как нация. На протяжении всей истории народа он постоянно подвергался атакам со стороны соседей. Хотя враги были сильны и причиняли много вреда, они не смогли держать победу над Израилем. В третьем стихе мы встречаем образ землепашца, пропахивающего свое поле. Острый конец плуга проделывает земле глубокие борозды, оставляя по краям канавки гребни. Метафора свидетельствует, что угнетатели израильтян были подобны надзирателям, чьи кнуты оставляли глубокие следы на спинах рабов. Надсмотрщики заставляли евреев тяжело работать и при этом били кнутами по плечам, оставляя на спине глубокие кровавые рубцы. Псамопевец словно хочет сказать о повторении истории. Повторился рабский труд в плену, повторился исход. Ига уступила место свободе. Боль сменилась на радость. Праведен Господь. Он остался верным своему народу и освободил от господства нечестивых. Узы в масорецком тексте четвертого стиха говорят о веревках, которыми привязывали к плугу вола или пару волов. Используя метафору пашни, Псамопевец хочет сказать «Господь перерезал веревки врагов, которыми они связывали меня и заставляли рабски трудиться». В септуагинте вместо веревок употреблено понятие «шея», что, скорее всего, подразумевало веревки вокруг шеи, «ошейники» по переводу Феодатиона. Опираясь на двусмысленность греческой фразы «разрезал шеи грешников», блаженный Феодорит полагал, что Бог одновременно рассек оковы святых и разрушил вые грешников. После описания угнетения прошлого Псамопевец обращается к настоящему. Пятый, восьмой стихи. Фраза «ненавидящий Сион» в других местах Библии более не встречается. Скорее всего, речь идет об иноверных, которые открыто демонстрировали свою неприязнь к религии Израиля. На Сионе был расположен храм Господу. Ненависть к этому месту означает ненависть к самому Господу. В конечном итоге они будут побеждены. С позором отступят назад. Уничтожение врагов будет подобно засыханию травы на кровлях. На плоских крышах домов, сделанных из веток или тростника с разбросанным по ним глиной или болотом, трава могла вырасти быстро. Но затем она быстро увидала, поскольку не имела глубокого корня. Жаркое солнце и знойный ветер убивали сорняки задолго до достижения зрелости. Прежде чем хозяин дома выдергивал их из крыши руками. Быстро увядающая трава была символом всего эфемерного. Дней человека или в целом времени, смертности человеческой плоти или периодических налетов злодеев. Трава, которая растет на крышах, не имела ценности. Жнецы, которые срезают колоски и связывают их в пучки, не собирают дикие травы, которые растут на крышах зданий. Описанная в седьмом стихе метафора вполне реалистична. Жнец сжимает одной рукой пучок колосков, а второй рукой подрезает их под корень косой. Для того, чтобы связать срезанные колоски в сноп, он прижимает их к груди, обхватывая рукой. Таким образом, он словно наполняет руку свою колосками. Снопы колосков несли на молодьбу, а плевелы сжигали. Выброшенные вон сорняки – это ожидаемая участь врагов Господа. Во время сбора урожая прохожие, видя жнецов за работой в поле, приветствовали их словами. «Да благословит вас Господь!» Издревле это было обычное благословение во время жатвы. Возможно, что вторая часть последнего стиха псалма «Благословляем вас именем Господнем» была ответными словами жнецов прохожим. Псалмопевец намекает, что данное пожелание не относится к врагам. Ни один сосед не будет приветствовать их так во время сбора урожая, ибо сами они никого не хотят приветствовать во имя Господа Бога. Возможно, что во время написания псалма последние слова «Благословляем вас» проразнесились священниками, преподававшими благословение, собравшись в храме общению. Подведем итоги. Как общину Древнего Израиля, так и церковь всегда посещали какие-то скорби. «В мире будете иметь скорбь», – предупреждал Христос своих учеников. «Церковь произрастала и распространялась среди шипов, а апостолы осуществляли свою миссию как агнцы среди волков. Но при этом церковь никогда не теряла силы. Даже врата Адовы не способны ее одолеть. Чем длиннее были борозды страдания на телах мучеников, тем более дорогим было свидетельство их веры». «Десятая песнь восхождений» для святителя Афанасия Великого предупреждала о многих гонениях народа Христова и о том, как он преодолеет все это, оказываясь всегда победителем злоумышляющих. Хотя злоба гонителей народа Божия воспоминалась на протяжении тысячелетий. Имена их не были написаны на небесах. Некоторые империи, например, как империя Александра Македонского, так же быстро увяли, как трава на кровле. Поэтому какие бы ни были узы и притеснения, нет смысла отчаиваться. Нужно верить, что победа будет за нами. С одной стороны, победа – это процесс борьбы со злом, который наступает со всех сторон. Но не будь побежден злом, побеждая зло добром, писал апостол Павел. С другой стороны, победа – это результат принятия веры в то, что Иисус есть Сын Божий. Апостол Павел свидетельствовал о себе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже в немощах мы можем благодушествовать, а тем более в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, говорил Павел, тогда силен, вера наша уже сама по себе победа, дарованная Богом через Иисуса Христа». Благодарю за внимание.